Помните моего знакомого Джеффа? Джефф так и не прошел восстановление. Церковь не приняла его. Они просто не хотели пачкаться. Они просто решили, все, не будем с этим человеком общаться, не нужно нам. И вот Джефф лежит в больнице целый месяц, 10 дней в коме, ему 5 раз перезапускали сердце. Он скорее был мертв, чем жив. Огромные медицинские счета. Конечно, знал Джеффа, но не был его близким другом. Я к тому времени его уже несколько лет не видел. Я как раз тогда помогал в качестве добровольца в больнице. Ну, по несколько часов в неделю. Ну, и в больнице-то я некоторое время не был, потому что 3 месяца я был в поездках, а потом вернулся домой, вернулся в больницу. И вот я занимался там тем, что помогал пациентам, которых выписывали из больницы. Их выписывали из больницы, сажали в инвалидную коляску и довозили до выхода из больницы на коляске. И, соответственно, вот я этим и занимался. Значит, я смотрю, выписывают пациента, вот мне дают карточку этого пациента, я привожу туда эту самую коляску, на которой нужно вывозить пациента, и вижу худого, осунувшегося, обросшего человека, какого-то такого совершенно хрупкого, побитого. Я думаю, нет, не знаю я этого человека. Он мне говорит, Денис, я говорю, так, откуда вы ты меня знаете? Я смотрю на карточку, там написано «Джефф Лилан». Я говорю, да быть такого не может. Я-то знал Джефф Лилан, да, он был футболистом, играл в американский футбол, в университетской команде, такой большой, сильный мужик. А тут передо мной вот это пугало. Я глазам своим не мог поверить. Посадил его в коляску и говорю, Джефф, что с тобой произошло? И он за пять минут рассказал мне всю свою историю. И я знал, и он знал, что совершенно не случайно пришел к нему в палату именно я. Мы знали, что все это устроил Бог. Я позвонил его дочери. Мы с Джеффом стали встречаться. Но вот что было дальше. Церковь его так и не приняла его. Он чувствовал, что с Богом примирился. А что же дальше делать? Я познакомил его, я благодарен Богу за этих людей, познакомил его с братьями, с которыми я встретился на библейской группе. Я спросил их, готовы ли они принять Джеффа в эту группу и окружить его там любовью, утешить его, показать ему, что он прощен, действительно порадоваться вместе тому, что он вернулся к Богу. Я поговорил с Джеффом, он пришел на нашу группу. Ему понравилось. Хотя сначала он был как запуганный пес. Как люди меня могут любить? Как меня здесь могут принять? А его приняли. И Джефф написал свою историю. В своей книге я напечатал эту историю. Он упал. Он рассказывает о том, как упал. Он был сокрушен. Рассказывает о своей сокрушенности. Он восстановлен. И рассказывает он о своем восстановлении. Прочитаю его историю. По крайней мере, фрагмент этой истории. Я познакомил его с этими четырьмя братьями. И вот, что он об этом пишет. Вот это настоящее восстановление. Восстановление его взаимоотношениях. Он пишет так. Группа эта была дружеская, готовая меня принять, готовая меня поддержать. Мы могли говорить обо всем. Какая честь, когда тебя окружают честные и порядочные христиане, любящие Бога. Эти люди стали для меня как руки и ноги Христа. Если мне надо было куда-то ехать, я мог их попросить. И они меня подвозили. Мы вместе обедали и ужинали. Они помогали мне деньгами. Когда мне нужно было переехать от дочери куда-то в другое место, я переехал к одному из этих братьев. Они никогда не просили от меня ничего, но они готовы были меня принять. Я ничего не мог им дать, но мне нужно было восстановиться. Эти люди прошли вместе со мной в самые тяжелые времена моей жизни. Я не понимаю, почему это произошло. Я не заслужил этого. Не я это устраивал. Но вот что самое важное. Вот что самое важное. Они буквально окружили меня Божьей благодатью и Божьей поддержкой. Я знаю, что такое отвержение. Я знаю, как это, когда христиане тебя отвергают. Но вот в этот самый тяжелый период моей жизни эти люди показали мне, что такое подлинная христианская надежда и сила Христа. Я прошел через сокрушенность. Я практически все в жизни растерял. Но сейчас я понял самое важное. Это отношение моей со Христом. Теперь в мире и спокойствии, в мире и тишине, я знаю, что мне делать. Мне жить с Господом, укореняться в вере. И по воле Своей Он сделает меня деревом, которое приносит плод Свой во всякое время. Он посадит меня на хорошей почве. Он даст и мне, и через меня все необходимое ради Царства Своего, ради славы Своей. Аминь. Вот что произошло с Джеффом. Поразительно. Поразительно, как он ответил, как он отреагировал, как он все это воспринял. А что было бы, если бы не эти люди? Да, понятно, должна была здесь действовать Его Церковь. Церковь ничего не сделала. Церковь Его просто выбросила. Церковь сказала, что Он им не нужен после всего того, что Он совершил. Несмотря на то, что Он покаялся. Несмотря на то, что Бог принял Его. Но Бог призвал этих братьев. Да, конечно, они совершили жертвенные поступки. Все это действительно им чего-то стоило. Ему нужно было поехать туда, поехать сюда. У него не было своей машины. Ему помогали. Это требовало определенной жертвы. В финансовом отношении также это требовало жертвы. Но мы рады тому, что на все это пошли. Мы видим сегодняшнюю жизнь Джеффа. Мы видим, что Бог и дальше использует Джеффа ради славы Своей. Конечно, благодать Божия красива. Смотрите, церковная дисциплина — это глубоко библейское понятие. Что делать с непокаявшимся человеком? Библейское понятие. Что делать с покаявшимся человеком? Также библейское понятие — пренебрегать этим нельзя. Есть процесс воссоздания. И есть праздник. Есть радость. Я абсолютно убежден, что когда церковь наполнена Божьей благодатью, когда церковь любит истину Божию, когда церковь любит детей Божьих, тогда церковь будет готова принимать раскаявшихся грешников, и Божья благодать будет на ней. Да, каждому из нас сегодня важно прочитать, перечитать Священное Писание, задуматься о своей жизни, задуматься о своей церкви, и не бояться делиться благодатью Божьей. Чарльз Перджин сказал это очень точно и правильно. Он сказал так, «Обильный грех не может стать препятствием для сверхобильной Божьей благодати. Она доступна и для святого, и для грешника. Да благословит вас Господь, когда вы будете реализовывать эти библейские принципы церковной дисциплины и восстановления». Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok